Пустынно и тихо в школьных коридорах, все на занятиях. И даже не очень верится, что начиная с 2009 года, в середине декабря по выходным и после уроков учебное заведение напоминает настоящий муравейник. Здесь проходит конкурс среди классов на лучшее украшение кабинета. Казалось бы, почти рядовое событие в преддверии Нового года, однако результат впечатляет. Но задача мероприятия не только сделать мир прекраснее, цели, которые ставят перед собой организаторы, намного шире. Это хорошо с любой точки зрения. С того, что семья собирается вместе, с того, что сплачивается класс, с того, что дети заинтересованы в этом. Мы не определяем места. Мы говорим, что вот в этом году в конкурсе победило 4 класса. Конкурс действительно масштабный, и родители участвуют в нем даже, наверное, больше, чем дети и учителя. Но никто не жалуется. Наоборот, состязания ждут с нетерпением и готовятся к нему заранее. Тут соседи беспокоят стали старого царя, страшный вред ему творят. Что в конце своих владений охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Один из победителей – третий А-класс. Их кабинет оформлен по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина. Год же петуха будет. И сказка о золотом петушке. И поэтому у нас в год петуха будет такая вот тема. Мы как бы с родителями делали все, но петушков мы сами делали. За исключением пары-тройки купленных фигурок, все остальное в классе сделано руками учеников и их родителей. Такой смекалке и выдумке можно позавидовать. Например, вот эти снежинки, которые прикреплены к потолку. Присмотритесь. Они сделаны из макарон. Глубока и концепция инсталляции, где учтены все аспекты художественного произведения. У нас как бы весь класс разделен на зону. У нас есть зона царя Додона, дворец. У нас есть Шамаханская царица, восточное царство. И есть деревня, естественно, царь-то управлял людьми. Соответственно, они жили своей жизнью, крестьяне, у них была своя жизнь. В кабинете первого А-класса дизайн более сдержанный. Здесь превалируют только два цвета – красный и белый. Но победа также досталась и им, благодаря оригинальной находке. Частью украшения кабинета являются в том числе и сами ученики, и их классный руководитель. У нас символизирует красный цвет. Это год красного петуха. И белый цвет – белый снег. Красно-белый цвет. Белый цвет – это цвет чистоты, покоя, зимы. Поэтому мы выбрали такие оттенки – красно-белый цвет. И я сама, как вы видите, тоже в красно-белом. На идею изготовления реквизита, фигурок и украшений у участников конкурса бывает уходит целый месяц. На сборку композиции – неделя. Что-то делали по вечерам после уроков, что-то на выходных. Но главное, что и во время этого состязания дети продолжают учиться, познавать окружающий мир, родную литературу и историю. Те учителя, которые рассказывали, они представляли именно свою тематику этого праздника, еще связанную с учебным процессом. У нас все связано с учебным процессом. Победителей определить очень сложно. Начинаются разгораться страсти, и поэтому можно было, в принципе, наградить больше половины классов школы. Но, увы, по правилам конкурса лишь четыре коллектива получили звание победителя в этом году. Теперь они могут всем классом выбрать посещение, например, театра или цирка, музея, концерта или какого-либо еще детского мероприятия. Все затраты на покупку билетов берет на себя организатор. Максим Козлов, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.